Начало для желто-синих оказалось обескураживающим уже на первой минуте, АКМ открывает счет. Еще обиднее, что шайбу нам забросил экс-игрок Химика, ассистент капитана того самого чемпионского состава Илья Шипов. Пропустить в начале матча от такого соперника неприятно. Матч шел как на качелях. АКМ демонстрировал свой стиль игры. Силового давления, постоянного прессинга в нашей зоне и цепкость в разрушении атак. Но быстрые нападающие Химика прорывали это оборонительное трио и создавали серьезную угрозу воротам гостей. И все же до середины второго периода результаты это не приносило более того. АКМ не дал нам ничего сделать в большинстве. Тем не менее, очередная атака. Наш защитник едет на смену, а со скамейки выскакивает Тимур Хайрулин и без промедления заряжает по отскочившей шайбе. 1-1 трибуны ликуют, но не проходит и трех минут, как АКМ пользуется нашей ошибкой. Так долго выискивали возможности отыграться и так быстро пропустили вторую. Но впереди было еще пол матча, которые превратились в непрерывную борьбу и стыки. Гости постоянно зарубались в борьбе за шайбу. Преуспевали в разрушении атак. Основное время матч уже подходила к завершению. Воскресенцы снимают вратаря. Усманов выигрывает сбрасывание. Прохор Корбит немедленно переводит на Чезганова. И тот сходу стреляет по воротам АКМ. 2-2 стадион ревет, но впереди овертайм. Воскресенцы получают шанс на реализацию большинства и воспользоваться им не смогли. Все решается в серии буллитов, где главную скрипку сыграли голкиперы команд. Вратарь желто-синих Павел Канаев совершает несколько невероятных сейвов. На 9-й буллит уже второй раз выходит Максим Кровяков. И наконец-таки реализуют первый буллит в этой серии. Но ведь и Павлу Канаеву предстояло отбить бросок игрока АКМ. Что он успешно и делает. Тяжелейший матч и заслуженная победа. Воскресенцы занимают шестую строчку в таблице, но на старте чемпионата это не железно. Химик снова отправляется на выезд и проведет матчи с Рязани ВДВ и Торпеда Горький. А 6 октября на своем льду встретится с Торосом. Октябрь станет насыщенным на домашние игры. Денис Нитков, Новости, Искровек.